Друзья, я решил записать видео про заработок на стейкинге в фермах и стейкинге в лаунчпулах. Это можно сделать на DeFi биржах, таких как Pancake или Biswap или в других биржах. И так как мы с вами топим за Biswap, последнее время я опять же покажу все на примере их фарма и лаунчпула. Тем более я подобрал момент, когда процент от изолированного стейкинга токена BSV просел и стал заметно меньше, чем процент от размещения LP токенов в ферме биржи Biswap. Что вообще такое фарм и чем это отличается от лаунчпула? Начну с того, что напомню, что по моей рефералке, которая всегда доступна в закрепленном комментарии, мы все занимались покупкой токенов на бирже Biswap и стейкали их в пул под огромный процент. Когда мы с вами начали, это было примерно 1600 процентов АПР. АПР это условный годовой процент доходности. Почему условный? Потому что он не гарантирует вам такую годовую доходность и на самом деле он постоянно меняется в зависимости от количества участников и от объема застейканных монет. Кроме того, нужно понимать, что у нас всегда есть возможность нажимать кнопку Compound и соответственно полученные выплаты мы также отправляем стейк, где уже и на них начинают начисляться проценты. Это называется сложный процент. Я сделал специально для вас табличку, в которой наглядно видно, как за год в цифрах будет отличаться доход от простого процента. Это когда мы просто застейкали объем монет. И доход от сложного процента. Это когда раз в день мы полученные проценты реинвестируем, добавляя их в наш стейк. И мы таким образом ежедневно увеличиваем наш вклад нашим дневным доходом от стейкинга. Думаю понятно объяснил. Так вот посмотрите какая огромная разница. В качестве примера мы рассчитаем доход от инвестирования одной тысячи монет под 450 процентов АПР. По итогу через год с простым накоплением выплат мы получим 5500 монет. А при сложном проценте с ежедневным реинвестируем 86500 монет. Разница почти в 16 раз. Есть одна очень важная вещь. Это так называемая комиссия сети за транзакцию. Ее также надо обязательно учитывать. Особенно если вы стейк эти маленькие суммы. Ежедневный доход с которой может оказаться меньше стоимости комиссии. Чтобы она учитывалась в расчете в моей таблице я добавил соответствующую графу. И на момент записи видео я возьму среднюю стоимость одной транзакции в сети Binance Smart Chain. А также добавил графу. Количество подтверждений сети на одно реинвестирование. Так как в пуле это одно подтверждение, а в фарме нужно будет сделать несколько. Если кому интересно эту табличку я прикреплю и она будет доступна по ссылке в описании. Вы сможете подставив свои входные данные выделенные красным цветом при условии постоянства процентной ставки понять сколько вы получите денег на какой день инвестирования. С процентными реинвестированиями мы разобрались. Теперь поговорим о том чем отличается лаунч пул и фарм. Изначально DeFi биржа построена по принципу децентрализованного обмена токенов. В отличие от классических бирж таких как например Binance. Binance по сути является китом у которого огромное количество токенов в пулах. И благодаря этому вы совершая операция обмена получаете практически гарантированный и быстрый результат. Обеспечивает этот результат именно биржа своими средствами. А когда речь идет о децентрализованных биржах, тут обеспечение как раз и лежит на плечах участников так называемых ферм. Если вы зайдете в раздел фарм, то увидите, что можно положить под проценты всегда только по два разных токена, например BNB и BSV, к тому же только в равном долларовом эквиваленте. И чтобы это сделать нужно объединить их в условный LP токен, который не имеет своего курса и не торгуется отдельно. Он по сути является распиской, что вы например на 100 долларов кладете в пул два токена, например BNB и BSV, каждый из которых в своем долларовом эквиваленте равен 50% от этой сотни долларов. То есть на 50 долларов BNB и на 50 долларов BSV. Тут очень важно понимать, что если сегодня вы положите примерно 150 BNB и 1 BNB, то завтра если курс одной из монет сильно изменится, забирая с фирмы вы получите совершенно другой объем монет, например 2 BNB и 50 BSV. То есть каких-то монет станет меньше, а каких-то больше. Но в долларом эквиваленте это всегда будет 50 на 50 и в сумме будет равняться 100 долларам, 50 долларов из которых это BNB и 50 BSV. Также надо понимать, процентная ставка в фарме или вообще в таких пулах она меняется. Это зависит от объема активности по этой паре и объема инвестированных средств в совокупности всеми участниками фарма. Механика этой доходности такова, что обеспечивая ликвидность своими токенами, все участники фарма получают свою долю от комиссии за обмены в этой паре. И грубо говоря, чем больше становится фермеров, тем меньше становится доля каждого. И наоборот. Поэтому ставка может как пойти вверх, так и пойти вниз. Надо понимать, что если она резко и очень сильно пошла вверх, это повод задуматься. В чем причина того, что многие стали вынимать свои средства из пула. Но прежде следует проверить, не увеличился ли сильно дневной объем торгов по данной паре на данной бирже. А теперь поговорим про лаунч пул. Тут вы можете застейкать только одну монету без пары. И как правило, только монету токена непосредственно данной бирже. Это, как правило, нужно производителю токенов, точнее владельцу проекта, для того, чтобы не было очень сильной волатильности. Чтобы были холдеры этой монеты, которые будут поддерживать стабильный курс токена и в качестве бонусов получать определенную доходность. И как правило, чем больше становится холдеров, тем АПР уменьшается. Кстати, доходность от фарма и от лаунч пула вы будете получать также в токенах данной биржи. В примере без своп токенов BSV. Я думаю, в этом видео у меня получилось. Раскрыть этот вопрос в деталях. В следующем, если кому-то это нужно, я сделаю короткий ролик Shorts, который будет, как наглядный пример, практически без слов. Как сделать LP токенов из двух монет, положить их в фарм и как реинвестировать полученную доходность также в стейк по данной паре. И как потом вытащить свои монеты из данного LP токена. Всем спасибо за внимание, пишите ваши вопросы. Я стараюсь на все отвечать максимально подробно. Также не забывайте про мои реферальные ссылки, которые заточены на взаимную выгоду. Успехов!